Более 70 дополнительных поездов назначило БЖД в дни февральских и мартовских праздников. В основном они будут курсировать между Минском и Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. Также составы будут ездить и в межрегиональном сообщении. Наибольшее количество предусмотрено на 7 марта. В 2024-м в республике проведут два масштабных исследования. В рамках первого специалисты выяснят, как распределяется время у жителей страны в возрастном разрезе. Второе коснется здоровья и положения женщин в семье. Новые показатели предоставят информацию о Беларуси в международных рейтингах. Также Белстат готовится к переписи населения, которая пройдет в 2030-м. В Беларуси ученые Института плодоводства вывели два новых сорта картофеля. Один из видов Венера более крахмалистый, идеально подходит для производства чипсов. Среди преимуществ – высокая устойчивость к вирусным заболеваниям. Феникс – урожайный и скороспелый, с кожурой красного цвета. Каждый сорт имеет агротехнический паспорт с характеристиками. Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома проведет электронную ярмарку вакансий. 7 февраля с 10 до 12 часов соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенным перечнем профессий, условиями, а также направить резюме и получить консультацию. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. В Бобруйске проходит месячник безопасного труда в промышленных организациях. Главная цель – предупредить случаи производственного травматизма, повысить ответственность руководителей. Работа мобильных групп обеспечит всю необходимую практическую и методическую помощь.